Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень просты. Мы не так часто задумываемся о происхождении вещей, которые нас окружают. Несмотря на их обширное многообразие, все они имеют по сути одну и ту же структуру. Например, из чего сделаны пуговицы на наших рубашках, или подошвы обуви, или даже косметика. Все, все из того, что я перечислила, сделано из нефти. Все это сделано из нефти, и мы настолько уже к этому привыкли, что мы уже даже не можем представить свою жизнь без нее. В ходе подготовки к данному мероприятию мы пытались придумать хоть что-нибудь, что сделано было бы не из этого вещества. Но мы не смогли, потому что бытовая химия, медицина, все, абсолютно все используют именно нефть. Но что же случится, когда она закончится? Ведь сегодня мы уже должны задуматься о том, что же будет с нами завтра. В принципе, существует два основных вида нефти. Легкая и тяжелая. Легкая нефть, она очень просто подается переработке и содержит в себе преимущественно только бензин. Тяжелая же нефть, она содержит в себе дизельное и мазут. Но из нее можно достать также бензин, но это будет несколько сложнее. Легкая нефть — это основной вид перерабатываемой нефти в России. В мире ее довольно-таки достаточно, но скоро может и ее закончиться. По оценкам экспертов, легкая нефть закончится в России через 22 года. И именно сегодня мы уже должны научиться перерабатывать тяжелую нефть, для которой нам не хватает технологий, чтобы ее переработать. Хотела бы вам заметить, для того, чтобы добыть тяжелую нефть, мы занимаем уже второе место в мире по уровню добычи такой нефти. По уровню переработки мы очень сильно отстаем от стран зарубежей и занимаем 20-е место в списке всех стран мира. Почему же происходит такая ситуация? В России были всегда очень большие запасы легких нефтей, которые мы, по сути, разделяем на бензин, на дизельное и мазут. И потом эти компоненты мы просто используем, либо же продаем. В странах зарубежья использовалась помимо легкой нефти всегда еще и тяжелая, которая делится на дизельную фракцию и мазут. И затем эти две фракции уже разделяются на более узкие, и таким образом мы можем получить еще больше важных и ценных нефтепродуктов. То есть получается, тяжелая нефть — это не просто замена легкой нефти. Она сама по себе является очень ценным и важным источником дорогостоящих веществ. Но мы очень сильно отстаем, у нас нет необходимых технологий, у нас есть тяжелая нефть, но у нас нет методов, которыми мы можем переработать такую нефть. Что же мы с ним можем сделать? Ответ очевиден. Мы можем ее смешать с легкой нефтью и транспортировать на экспорт, где ее смогут переработать. Метод очень-очень простой, но ведущий абсолютно не туда, куда нам нужно. Но мы уже развиваемся. На сегодняшний день мы уже умеем добывать такую нефть, хотя и здесь имеются какие-то свои сложности. Чтобы добыть легкую нефть, нам необходимо просто пробурить скважину в земле, поддать немножко давление, и по сути все — наша нефть на поверхности. С тяжелой нефтью все обстоит гораздо иначе. Чтобы нам ее достать, нам необходимо закачать очень много горячей воды в пласт, где под действием пара эта нефть станет более жидкой, и только тогда мы ее сможем уже достать на поверхность земли. Но и здесь существуют свои сложности, потому что вблизи всех месторождений, особенно где находится большое количество людей, всегда есть населенные пункты. То есть наш грунт осаждается, и дома, которые там находятся, они рушатся. Да, это, конечно, страшно жить в таких домах, это очень опасно, но, по крайней мере, мы уже сдвинулись от правной точки. Но вот в сфере переработки мы до сих пор не знаем, что же нам делать. На сегодняшний день мы занимаемся стандартной переработкой легкой нефти и даже не задумываемся о тех возможных результатах, которые мы можем получить при работе с тяжелыми нефтями. В России находится очень большое количество различных видов нефти, огромное количество месторождений. Каждое месторождение, оно уникально, и мы, по сути, даже не знаем, что это за жидкость, как она себя ведет, как она себя поведет в результате каких-либо взаимодействий. Поэтому нам необходимо ее изучать. Существуют также огромные методы воздействия, которые мы можем применить на эту нефть. Даже сейчас мы с вами проведем онлайн-исследование. Вот у нас тут стоит тяжелая нефть. Да, это настоящая нефть. Даже сейчас она просто тут, по идее, стоит, скажете, вы с ней ничего не происходит. Но уже завтра с утра я смогу узнать, как же изменятся ее физические свойства в результате акустики колонок и вот этого самого света, который направлен именно на нее. А таких методов, как видите, огромный список. Здесь и ультразвуки, и СВЧ, и плазмы. Абсолютно все, что вы захотите. Эта сфера нисколечко не изучена. И ни один ученый, ни один исследователь не сможет вам сказать, что же может произойти в результате каких-либо воздействий. То есть это абсолютно непаханное поле. Вы можете брать абсолютно что угодно, к чему ваша душа лежит, тем воздействовать и смотреть, что же произойдет с вашей нефтью. Например, возьмем СВЧ-воздействие. Мне кажется, микроволновка есть в настоящее время практически у каждого из нас с вами. И мало кто задумывался, что же произойдет с нефтью, когда мы нагреем ее в СВЧ, то есть в микроволновой печи. Когда я делала этот эксперимент, я искренне боялась результатов. Я думала, либо у меня какой-то элемент в микроволновке сломается под действием выделяемых углеводородов, либо у меня нефть загорится под действием температуры, которые у меня действуют на эту нефть. Также доля ответственности очень возрастала, потому что это была микроволновка заведующего кафедры. И если там будет какой-то взрыв или пожар, это мне бы еще и влетело. Но, как ни странно, у меня вышло все замечательно. У меня ничего не взорвалось, ничего не загорелось. У меня даже увеличился выход светлых фракций. Но не все исследования заканчиваются так успешно. Однажды я пыталась определить обычным, гастированным, стандартным методом содержания воды в своей нефти. Результаты вы видите сами. Но вернемся к нашим исследованиям. В своих исследованиях я взяла пять методов, просто потому что они у меня были под рукой. Я могла их к любой момент использовать. Как я рассчитывала? Если у меня что-то повлияет на легкую нефть, значит, она тяжелую может быть повлияет. Если у меня ничего никак не повлияет на легкую нефть, значит, на тяжелую 100% не повлияет. Ну, прям по-любому. Но нет, оказалось все иначе. В результате воздействия вязкость легкой нефти у меня увеличилась. То есть стало хуже. Вязкость же тяжелой нефти, наоборот, уменьшилась. Она стала более жидкой. То есть таким образом наша нефть, она не будет закупоривать трубопроводы. Таким образом, вероятность того, что у нас разорвется трубопровод по действиям такой нефти, у нас гораздо уменьшается. Также в результате исследований было выяснено, что при смешении легкой и тяжелой нефти, а также при воздействии каким-либо методом, у нас увеличивается выход светлых фракций. То есть у нас увеличивается доля бензина и дизельного. Как вы сами понимаете, нефть — это абсолютно непредсказуемая штука, и нам необходимо ее изучать, чтобы точно такая же ситуация не произошла в промышленных масштабах на каком-нибудь нефтеперерабатывающем заводе. А теперь давайте представим себе ситуацию, которая была в химии до изобретения таблицы Менделеева, когда каждый ученый начинал все свои исследования с нуля. Даже несмотря на то, что этот элемент был уже открыт раз сто до него, но несмотря на это каждый элемент начинает с нуля, он не знает, как он взаимодействует с другим элементом, он не знает, что получается в результате их взаимодействия, абсолютно ничего неизвестно. Точно такая же ситуация сейчас происходит в нефтехимии. У нас есть много нефтей, но мы о них по сути не знаем ничего. Кажется, эта проблема очень масштабной и сложно решаемой, но не тут-то было. Существует особо уникальное месторождение Ярикской нефти. Эта нефть находится в городе Ухте, откуда, собственно, я и родом. Эта нефть единственная в России и вторая в мире, которая добывается шахтным способом. То есть на слайде вы видите такую горку. На самом деле это не горка, это насыпь. Она размером, может, максимум с пятый этаж. И именно под этой горой люди сами туда спускаются, чтобы добыть такую нефть. В чем ее уникальность? В этой нефти содержатся все компоненты, которые могут содержаться в других нефтях. То есть исследовав эту нефть, структурировав всех наши результаты и создав таблицу нефтяных элементов Александра Бойцовой, конечно же, мы сможем эту таблицу применить и на другие нефти. И на основании этого мы же сможем сказать, что вот эта нефть будет у нас хороша для бензина, вот эта нефть у нас будет хороша для пуговиц, а только вон ту самую мы сможем применить для косметики или для лекарств. Эта работа позволит сделать наш мир более экологичнее и светлее и использовать нашу нефть качественнее и лучше. Я надеюсь, что у вас появились вопросы какие-то к Саше. Вижу второй этаж. Так, а он включен? Да. Да, я слышу, по крайней мере. Окей, почему в нефти в Ухте содержатся все элементы, которые есть во всех остальных нефтях? Эта нефть, она считается уникальной. То есть ее уникальность уже доказана многими учеными, как ни странно, и в том, что в ней на самом деле находятся все элементы. Это необъяснимо, но это факт. Так вышло, понимаешь? Да, это природа. Подождите, но чтобы вот это утверждать, надо проверить все остальные межраждения во всем мире, сделать их химический анализ и после этого только говорить, что вот здесь вот есть все, что есть в другом месте. Да, такие исследования в принципе уже проводятся в разных местах. Но какой-то определенной структуры, например, что вот эта нефть будет классной, вот мы из нее получим замечательный бензин, такого нету, или что вот из этой будет прям отменный вайперсик, просто битум, такого тоже нету. Поэтому нам на это все надо как-то скомпоновать. И если мы создадим эту таблицу, то мы сможем, например, ее внедрить в какие-либо хроматографы. И когда мы другую нефть будем проводить через эти хроматографы, то у нас уже будет какая-то база, на основании которых у нас уже выделятся там алкена, алкины и так далее, и так далее, и уже на основании их мы сможем сказать, для чего мы сможем использовать ту или иную нефть. Спасибо. У нас еще вопрос есть? Скажите, пожалуйста, вот правда, что если вот в одном месторождении нефть полностью откачают, то через несколько, там, 10 лет там эта нефть появляется там снова откуда-то. И вообще откуда вообще взялась нефть? На самом деле нефть у нас такая, существует тенденция, мы откачиваем не полностью. То есть у нас существует большое-большое месторождение. Мы откачиваем то, что нам легко достать, то, что по действиям собственного давления выскакивает. То же самое, как шарик, например, да, мы его лопнули, у нас выскакивает воздух оттуда. То же самое. И вот у нас остается та часть нефти, которая там, собственно, мы ее не можем достать. И со временем уже люди говорят, о, да, она заново образовалась. Нет, она там и была. Просто мы там ее оттуда не докачали. Точно такая же ситуация произошла в Пенсильвании в 1800-1900 годах, когда только открывали эти месторождения, когда нефть доставали по чуть-чуть, а потом они пришли, у нас нету нефти. Откуда произошла нефть, кстати, еще? Существует две теории. Органическая и неорганическая. Все склоняются, большинство людей, к органической, что у нас были микроэлементы под действием температуры, давления, они все скомпоновались в пласте, и за счет этого они как-то преобразовывались, преобразовывались, и тадам, получилась нефть. Здесь вторая, ты говоришь, какая-то еще. А вторая-то неорганическая, но это не очень распространенная под действием того, что у нас, я не знаю, там температура, давление. Честно, я вот в этих дебрях не очень вдавалась. То есть я знаю, что она органика, мне этого достаточно. Нефть и нефть, что надо еще? Все понятно. Давайте еще один вопрос. А нефть все-таки закончится или нет? По оценкам экспертов, ожидается, что в России она закончится через 22 года. Но у нас есть тяжелая нефть, которую я, наверное, весь рассказ свой говорила, которую нам необходимо научиться перерабатывать. И тогда мы продлим этот срок. Да, есть другие страны, например, Германия, у них нет нефти, ну практически, они ее закупают. Естественно, они там уже думают, как бы нам использовать цветочки, ветер, солнце. А у нас есть нефть. Мы счастливы и пока что мы ее используем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...